Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. По колено в грязи мы веками бредем без оглядки, И сосет эта хлябь, и живут ее мертвые хватки. Здесь черты не провесть и потешны мешочные гонки, Словно трубы Господни, размноженные жижей воронки. Как и прежде мы, ангел, интимен твой сумрачный шелест, Как и прежде я буду носить тебе шкуру и вереск, Только все это блажь и накручено долгим лиманом По утрам золотым, по ночам, как свирель деревянным, Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья. На земле и на небе не путь, а одно перепутье. В этой дохлой воде, что колышется, словно носилки, Не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки, Только камень, похожий на тучку, и оба похожи На любую из точек вселенной, известной до дрожи, Только вывих тяжелый, как спущенный мяч панорамы, Только яма в земле или просто отсутствие ямы. Голос Алексея Парщикова, стихотворение «Лиман». В мае мы, друзья поэта, отмечали 70-летие со дня его рождения. Можно вспомнить еще одну дату. 40 лет назад были впервые опубликованы его стихи. «Я, Снегурочка и петух на цепочке, такая бригада, За малую плату обходим народы по ободку разомкнутого циферблата. Лодка-сегмент отплывает и больше не держит округу. К Новому году часы выходят из корпуса, Виясь горошком по небосводу». Поздний дебют на страницах скромнейшего журнала Литературная учеба, но успех оглушительный. Начинался 1984 год, самое темное время перед рассветом. Все нестандартное вытаптывалось садистским упорством, Так что поэма «Новогодние строчки», Отчего-то дозволенная цензурой, Стала литературной сенсацией. «Будь поле чисто, как воздух, железо брысь» Финальное заклинание из второй поэмы Парчикова «Я жил на поле Полтавской битвы», 1985 год. В ту пору читателей завораживала Метафорическая эквилибристика этого текста каскада, Но сегодня оптика поневоле меняется. В 80-х, когда Парчиков стал королем московских поэтов, Мало кто в митрополии задумывался об украинских корнях его поэтики, Ведь он провел детство в Донецке и учился в Киеве. Столичной публике это казалось второстепенным. Парчикова же интересовали культуры советских колоний. Он был знатоком украинского барокко И переводил стихи узбекского диссидента Мухаммада Салиха. Парчиков завоевал Москву, Но так и не полюбил самодовольную столицу империи, Непохожую на то место, где озабочены поэзии. После распада Советского Союза он уехал в Калифорнию, Ненадолго вернулся и вновь уехал, На этот раз в Германию. Последние годы жизни он провел в Кёльне. Алексей Парчиков умер в 2009 году, И сегодня его голос можно услышать на сайте парчиков.ру. Там же можно найти тексты и биографические материалы. А почти все неизданные произведения Вошли в книгу «Кёльнское время», Подготовленную к печати писателем Андреем Левкиным И вдовой поэта Екатериной Дробяско. Я позвонил Екатерине в Кёльн, И сейчас вы услышите наш разговор И еще два стихотворения Алексея Парчикова. Аркадий Драгомощенко, который познакомил меня с Алексеем, Говорил, что это не просто метаметафоризм, Как тогда говорили в Москве, А это южно-русская барочная школа. И тогда звучала это нормально, южно-русская школа. Но сейчас это уже в нынешнем политическом контексте Звучит двусмысленно. И поэтому, я думаю, может быть, верно было бы Назвать Алексея русскоязычным украинским поэтом. Не знаю, как бы он сам откликнулся на такое предложение. Что ты думаешь? Алеша говорил, что на него повлияли представители Украинского барокко, Такие как Прокопович и Величковский. Я знаю, что Драгомощенко с иронией или без иронией Называл Алешу, то ли между Новым Пушкиным и Сковородой. Я знаю, что Алешу занимало барокко Такой связью с математикой И математическими образами. А так как барокко не противоречит его увлечению Новыми технологиями и миром артефактов, То, конечно, Алеша в этом смысле вполне барочный поэт. Но помимо того, что, как он в одном из интервью говорил, Что на него оказали влияние Мандельштам и поздний Пастернак, То южная барокко и вообще весь этот эпос, Все, что он любил, это сочность юга И насыщенность каждого образа, Каждого того, что он видел там, Он это превращал, конечно, в потрясающую картинку. Я, например, против того, Это я сейчас уже другое говорю, Что в Москве на Страстном бульваре Стояла выставка, называемая «Писатели юга России». И там был Булгаков, это прекрасное соседство. Про Киев там ничего не было сказано на этом стенде. Там было, по-моему, сказано только про Крым, Где бывал автор. И был Парщиков, который провел детство на Донбассе. Как он говорил, что это мое пробуждение Начиналось с атмосферы эпического спокойствия, Царившего в Донбассе, Где я провел несколько детских лет. Но тогда Донбасс принадлежал УССР. И это переписывание истории В пользу нынешним политическим веяниям, Я считаю, очень несправедливым. Можно ли назвать его русскоязычным украинским поэтом? Это вполне возможно, Потому что у него есть большое эссе, В котором он разбирает ситуации С атмосферными киевлянами. Он провел в Киеве так же много лет, Как и на Донбассе. И эти киевляне, когда переезжают в Москву, Бывает, что москвичи смеются над их языком. Но в то время, когда Алеша жил, Он мог читать необыкновенные книги на русском языке, Но также прекрасно владел этим мягким суржиком. И потом он еще говорил, Что писать по-русски в Кёльне – Это все равно, что жить где-нибудь в Запорожье Для русско-пишущих. То есть Москва, так как она русско-центричная, Она смотрит на распространение писателей по миру С каким-то таким снобизмом. Потому что она для русско-пишущих Продолжала оставаться литературной столицей. Но вот в столице информации ее было назвать нельзя. А Алеше была важна информация. И поэтому он чувствовал, Что он хотел дистанцироваться от этой местной возни, Где он затусовался. И потом и в Америке, и в Германии Был новый язык, новая история. И он говорил, что в конце концов земной шар – Это не только Россия. Где он чувствовал себя дома? Был ли у него дом? Или он находился, как говорил Пол Боулс, В постоянном путешествии? Его дом был там, где он мог работать. Для него очень важно было творческое поведение Парп Ришвину. И там, где он мог организовать свой уголок, И где бы ему никто не мешал Проснуться среди ночи И записать что-то в блокнот. А потом или подойти к компьютеру И из блокнота перенести туда. В этом месте был его дом. И дом он мог переносить на себе, Потому что он составлял небольшую часть. Это компьютер, рюкзак, фотоаппарат, условно говоря. В общем, ему нужен был доступ к литературе, К библиотеке, в новом чтении. Там, где информация, там был Алёша. То, что было в России, например, Его полностью не удовлетворяло. И есть такая цитата из интервью, Которую я сейчас дословно нашла. «Мы раскрываемся в присутствии другого. Вся литература состоявшихся репутаций Не составляет этого другого. Другой должен быть живым». Здесь, то есть в России, Мне не хватало мнения. Я имела дело с неактивным файлом. Там, на Западе, я кликнул. Имеется в виду компьютерным образом кликнул. Его дом был там, где он мог работать. Он приходил в восторг от пользования библиотекой онлайн. Или приезжая на байке в университетскую библиотеку, Или можно было выписывать книги на дом. Он постоянно об этом говорил. Как мы можем работать в Москве, Когда нет такой возможности. Когда ты сидишь, И к тебе стягиваются из всех библиотек, Которые находятся в сети, Все эти книги, которые тебе нужны. Поэтому он так много в последнее время. Ну, и ранее тоже. Прочел невероятное количество книг. У него такая стопка стояла. И мне после его смерти Это пришлось все тоже обратно отдавать. Это говорит о том, Что его дом был там, Где стол, компьютер, Где есть велосипед и фотоаппарат, Где можно печатать фотографии. Коты. По заводу, где делают левомецетин, Бродят коты. Один словно топляк, Обросший ракушками, Коряв, Другой длинный, С вытянутым языком, Пожарный багор, А третий, спалинский, Как штиль, В персидском заливе. Ходят по фармозаводу И слизывают таблетки Между чумой и холерой, Гриппом и оспой, Виясь между смертями. Они огибают все, Цари потворства, И только околевая Обретают скелет. Вот крючится черный, Копает землю, Чудится ему, Что он в ней зарыт, А белый наркотиками изнуренный, Перестый, словно ковыль, Сердечко в султанах. Коты догадываются, Что видят рай, И становятся его Опорными точками, Как если бы они Натягивали брезент, Собираясь отряхивать Яблоню, Поймавший рай. И они пойдут равномерно, Как механики Рядом с крылом самолета, Объятые силой исчезновения, И выпустят рай из лап, И выйдут диктаторы Им навстречу, И сокрушат котов Сапогами. Нерон в битве с котом, Атила в битве с котом, Иван IV в битве с котом, Лаврентий в битве с котом, Корея в битве с котом, Кота в битве с котом, Кот в битве с котом, И ничто карате кота В сравнении со статуями Диктаторов. Он ведь был замечательным фотографом, Может быть, до сих пор Не оценённым полностью. И в последние годы его жизни Его всё больше интересовали Именно визуальные искусства. Я помню, он говорил мне, Что он хочет снять фильмы, Даже присылал набросок сценария. Очень интересовался Американским новым искусством. В частности, восхищался Кремастером Матью Барни И многими другими вещами. Да как вот произошёл Сдвиг от искусства слова К искусству образа? Или эти две вещи Всегда существовали параллельно? Мне думается, Это существовало параллельно. Он восхищался Биллой Виолой, Ещё будучи в Америке. А здесь, Когда приехал в Кёльн, Этот пятисерийный фильм Кремастер, Он всех своих друзей, Которые к нему приезжали, Отправлял смотреть. Это в Людвиг музей. И меня тоже. Невероятное впечатление Произвело на меня, Которое ходило только На московский кинофестиваль И ничего подобного, К сожалению, К началу 2000-го не видела. Я думаю, Что его увлечение Дигитальным Произошло как-то постепенно. Он очень любит тактильность. И вот ему нравилась, Например, Печатная машинка. Он её называл по имени Амфитеатром. Потом это был Первый макинтош крошечный. Он всегда увлекался техникой. Это точно. Даже в детстве Ему очень нравилось Смотреть на сцепление Насекомых. И смотреть через лупу. И нанизывать такие бусы Из насекомых, Как он описывал это. И вся эта тактильность Перешла в дигитализацию Тоже со временем, Когда он фотографировал, Например, Аналоговым образом, А нужно было это перевести В дигитальную форму. И это завораживало его. Увлечение техникой И вот эти постоянные походы Обязательно в музей техники В Минхене, Где он считал, Что все произведения, Которые там представлены, Они уже как арт-объекты. Когда у него Не было возможности Больше печатать фотографии С проявителем И растворителем И увеличителем Он тогда купил Сканер дигитальный. Все, что происходит От зрачка Через хрусталик Получается информация Идет к руке. Вот это его Больше всего занимало Это сцепка. И вообще Вот это слово Сцепка У него довольно часто Проскальзывало. Я подумал, Что это его родни С другими большими Русскими поэтами С Алексеем Цветковым И Еленой Шварц, Которые тоже Невероятно Интересовались Техникой И были увлечены Всеми новыми гаджетами. Не знаю, Как это интерпретировать, Но это Очень интересная деталь. Ну, Алеша, К сожалению, Не дожил До собственного Айфона, Хотя он уже В то время Начал появляться. Сначала он говорил, Как интересно Можно Сочетать Пудреницу С телефоном. Когда у меня Появился Телефон С зеркальной крышкой С движной Такой. Он читал Журналы Science Ему дико Интересовала Нейробиология Он считал, Что за этим Будущее И вообще Всем советовал И учить Этот предмет И становиться Человеком Будущего. Да, Вот я думаю, Как ему Было бы Интересно Сейчас, Когда Такие Возможности Раскрывает Искусственный Интеллект Я думаю, Это очень Увлекло бы Это Можно даже Не сомневаться Это Сто процентов Ему нравился Голос Компьютера Который Может Читать Ему Статьи Темный Такой Голос Такой Чувственный Нашелся В компьютере И это Было Забавно Это Все Он С восторгом Мне показывал Как только Мы с ним Познакомились Минус Корабль От Мрака Я Отделился Словно Квакнула Пакля Сзади Город Истериков Чернел В Меловом Спазме Было Жидкое Солнце Пологое Море Пахло И Возвращаясь В тело Я Понял Что Боже Спас Мя Я Помнил Стычку На площади Свист И Общие Страсти Торчал Я Нейтрально У Игрального Автомата Где Женщина На дисплее Реальной Была Отчасти Границу Этой Реальности Сдвигала Шахерезада Я Был Рассеян Но Помню Тех Кто Выпал Из Драки Словно Летя Сквозь Яблоню И коснуться Пытаясь Яблок Не удавалось Им выбрать Одно Однако Плечеуглых Грифонов Формировалась Стая А здесь Тишайшее Море Как будто От анаши Глазные Мышцы Замедлились Передай Сигарету Горизонту Спокойному Погоди Погоди Не спеши От Моллюска Корове От Идеи Предмету В горах Шевелились Изюмины Дальних Стад Я Брел Побережьем А память Толкалась С тыла Но В ритме Исчезли Рефлексия И надсад По временным Промежуткам Распределялась Сила Все Становилось Тем Чем Должно Быть Исконно Маки В холмы Цветохаки Врывались Как телепомехи Ослик С сочами Мушинами Воображал Платона Море Казалось Отъявленным А не Призрачным Неким Точное Море В колечках Миллиона Мензурок Скала Неотъемлема От Вода Обязательно Для Через Пылинку Случайную Намертво Их Связуя Надобность Их Пылала Но Не Было Корабля Я Видел Стрелочки Связей И Все Сугубые Скрепы На Заднем Плане Изъян Он Силу Себя Вбирал Вплоть До Запаха Нефти До Характерного Скрипа Белее Укола Камфоры Зиял Минус Корабль Он Насаждал Отсутствием Он Диктовал Виды Видом А если Б кто Глянул В него Разок Сразу Бо Зацепился Словно Мозофильтр Из Ваты Из Просонок Вошел Б В Растянутый Диапазон Минус Корабль Цветом Вакуум Облуждая На деле Терся На месте Пришвартован К нулю В Растянутом Диапазоне На Борту Запятая Я Подкрался Поближе К Властительному Кораблю Таял Минус Корабль Я слышал Восточный Звук Вдали На Дутаре Вел Мелодию Скрытый Гений Лекально Скользя Она Умножалась И вдруг Нацеленная В абсолют Сворачивала В апогее Ко дну Ушел Минус Корабль Как На столе Арак Новый Центр Пустоты Плел Предо мной Дутар На Хариусе Веселом К нему Я Подплыл Пора Сосредоточился И Перешагнул Туда Его фотографии Должным образом Собраны И изданы Или пока нет? Сейчас идет работа Чтобы Создать Книгу Фотографии Парщикова Так как это пока На стадии переговоров Я ничего не могу Рассказать Давай лучше расскажу Что Дональд Веслинг С которым Алеша Путешествовал В 88-м году В Киев Профессор Перевел Я жил на поле Полтавской битвы На английский язык Это двуязычная Такая зеркальная Книжка И сейчас Эта книга Находится В лонглисте Пен Америка То что это вышла книга Я чрезвычайно Рада И надеюсь на ее Большое будущее Это большая работа И мне кажется Что это важно Важно сейчас Распространять Парщикова На иностранных языках Недавно у нас Мы работали с Андреем И присылал Мне обратно К счастью Мы еще смогли Вместе Слетать в Москву В 2019-м году И презентовать Эту книгу Она вышла В создательство НЛО По рабочему Столу Парщикова В целом Все сделано Если бы было Второе издание Этой книги Да Туда бы Можно было бы Включить еще Пару интервью Нашедшихся В интернете Ну и конечно Частные письма Которые Парщиков Писал И не сохранял У себя В этом файле В рабочем Который он Уже не брал С собой В будущее Но такие письма Остались У адресатов Безусловно Сайт Из-за того Что у него Суффикс Рул Несколько ограничен Видимо В просмотрах Из-за рубежа Но с этим Я не знаю Что пока поделать У меня есть Замечательный редактор Владимир Петрушенко Который Занимается сайтом И наполнением Его По мере поступления Информации Основной корпус Архива Опубликован В этой Восьмисотстраничной Книге Могут быть Какие-то Отдельные Письма Неопубликованные Но Это все Можно будет Обязательно Возобновить В новом Издании Или в подобном Издании Если будут Предложения Есть ли у тебя Любимые стихотворения Алексея Мне очень нравится Ранняя поэзия Парщикова И Те стихотворения Которые писались При мне Потому что В каждой строке Я вижу Как это у Алеши Бывает Это его жизнь Проживание Дня Какие-то события Из которых он Плетет Кангу А потом Превращает В то Что человек Без ключа К этому стихотворению Не может Понять То есть Записаны Частные Ситуации Впечатления Какие-то Цитаты Проезд Велосипедистки В определенном Наряде То что У нас был Ураган В Кёльне То что У нас На рынке Продаются Шуршащие Сосиски Все это Может быть Тем Сором Из которого Потом растет Большое произведение Посещение Выставок Его увлечение Воздухоплавание Походы В музеи На эти выставки Поэтому Мне больше всего Нравится Цикл Дирижабли Который он Посвятил мне Который Сопутствовал Нашей жизни И жизни Алеши Последних лет Я прочту Стихотворение Отбытия Лотерея Из цикла Дирижабли Мы утром Не созванивались Чтобы новости Нас не отбросили Назад В слепую яму Как вдруг В окно На робкой скорости Боднулась Тупоносая махина Над ламовую раму И поплыла В затылок Мне Не подавая вида Что вписывает Путь В свою окружность Нас обгоняли Тягачи Графита Велосипеды С нитками Цепей Жемчужных Нас ожидал Банкет И музыканты На аэродроме Пилот проекта Я был первым На примете Мой строгий аппарат Всплывал в разломе Между двух столетий В эллипсном просвете Мы взяли курс На верфь Под знаком водолея На дирижабле Сервер Тьма В заметной Лихорадке Спокойны Только Солнечные Батареи Как мельниц Ведяных Рассохшихся Лопатки Когда мы Приземлялись Все головы Задрали Корабль Обомлел Но шел По линии Отреза Толпа Уставилась Наверх Ноздрями Толпа Смотрелась Как большая Пемза И кажется Веревочная Лестница Отпущена Бурлящим Барабаном Который Муфты Стынет И мерещится Шушукаются Пальцы Во мраке Вороватого Я различал Уже Заправку Столб Колосья И розы На столах Вибрировали Так опасно Что если б Накренился Накололся Но стравливая Газ Корабль Освобождался От балласта И так далее В этом стихотворении Зашифровано Несколько Историй Который Мы прожили Вместе В том числе Поход на выставку Где показывались Фильмы Начала века О дирижаблях Воздухоплавании И этот образ Когда Толпа Смотрит Задрав головы И ноздрями Вверх И выглядит Как Пемза Это был Абсолютно Видимый кадр Который Алёша Вот таким образом Волшебным Превратил В строчку Другие Другие бы Этого Не заметили Сказали бы Просто Толпа Смотрит Как Летит Перебинтованный Со сломанной Ногой Какой-то Абсолютно Фанатичный Пилот Алёша Восхищали Эти люди Которые В конце Каждого Минифильма Падали О землю И выкарабкивались Оттуда Как крабы Потом их Бинтовали И они Садились Опять туда Вот допустим Такие истории Гостем Радио Свободы Была Екатерина Дробязка Вдова Поэта Алексея Парщикова 24 мая Исполнилось 70 лет Со дня Его рождения Выпуск программы Культурный дневник Подошел к концу Над ним работали Продюсер Андрей Амочкин И редактор Дмитрий Волчек Всего доброго